Денис, ты победитель этого уникальнейшего турнира, который был организован в Москве, вслед за Московской Абсолюткой, где естественно так сложилась судьба, что тебе не удалось выиграть. Но тем не менее, что ты можешь сказать для любителей арбестинга, и вообще сам для себя можешь сказать по поводу эмоций и того, что было вот здесь на турнире? Ну, не хватало, наверное, все-таки еще пару-тройку титулоновых спортсменов за океаном. Не хватало, конечно. Было много зарегистрированных спортсменов хороших, но они не приехали по неизвестной причине. Хотелось бы их присутствия. Сам турнир, конечно, по себе серьезный в плане призовых. То есть, конечно, хотелось, чтобы он постоянно был, такой турнир. Ну, в принципе, тяжеловато было. На правую руку достойные соперники были Пушкарь и Лилиев, на левую Пушкарь. То есть, на правую, конечно, сегодня, скажем, мне повезло, может быть. Но хотя Андрей в финале... Ты думаешь, что это везение или это не случайность? Мне кажется, что это не было случайность сегодня, имеется в виду. Вслед за тем, что все-таки Андрей понатягивался, тебе было немножко проще. Я сразу же типовал тебя как фаворит этого поединка. Ну, я как бы тоже так думал. А то, что вы затянулись с собой в поединке во втором? Ну, я что-то неправильно. Первый поединок, конечно, довольно-таки быстро выиграл. А потом что-то я, наверное, где-то упустил момент. Все-таки, ну, дал бой он, конечно. Ну, конечно, соглашусь с тем, что подзагрузился на Арсене. Арсен показал в первом бою. Хороший, значит, хороший бой. Подзагрузил Андрюху. Бесспорно. Сам в такой ситуации был. И поэтому, скажем так, то что, ну, на России Арсену повезло немного, а сегодня мне повезло немного. Ну, и какие планы теперь у чемпиона уже? Вот это хорошо. Ой, я сейчас на следующей неделе иду домой к родителям. Ну, это понятно. А дальше, как и приеду, и буду уже строить новые планы. То есть пока, пока, как бы, отдыхаю. Не хочу забивать голову ничем себе. Есть ли у тебя планы снова появиться в Варшаве в этом году? Ну, это будет уже, посмотрим. То есть все будет в сентябре, известно. То есть есть, конечно, такие. Девон Варат и на левую руку, и только на левую руку, а также Майкл Тодд на левую, на правую руку, на левую, он тоже не верит. Мы заявили желание приехать в этом году на Немеро вордкап по-любому. Будет гораздо большим американским спортсменам, канадских пар и человек. Но, тем не менее, вот тот человек самый важный, за которым мы, как бы, охотимся, бегаем, Девон Варат, который, ну, сам видел, как выиграл с Андреем Пушкарем. То, что он сделал в Лас-Вегас, для меня просто было, ну, передать этого невозможно. Не хочу сказать, в свою очередь, как бы, армфайты все-таки, подготовка чуть иная, турниры другая. То есть на сегодняшний момент скажу то, что они бы, наверное, тоже на турнире здесь подзагрузились, ибо у них все-таки борьба небыстрая. Они любят бороться на силу, их бы подзагрузили. То есть не факт, что они бы здесь выиграли. А я больше, чем уверен, что, например, Майкл тот, когда приедет на типичный вот такой турнир, попадает под трех наших молотобойцев, подгружается, и потом к финалу, может быть, даже вообще не дойти. Тем более, что ты сам знаешь, армфайт – это одно, тактика другая. А в турнире это, ну, вот скажем так, другое. То есть там, борьба с одним соперником. Судя по тому, что, например, Ларат в первом поединке сразу проиграл Андреем, то, скажем, два таких проигрыша равнозначного в турнире полностью проигрыша. Я согласен. Может быть, результат разный. В принципе, вот, соглашусь с тем, что все-таки не приехали на турнир, потому что понимали, что здесь все-таки соберутся серьезные стартовики, которых стоит бояться. А вот армфайты, конечно, они показали на сегодняшний день, которые они умеют к ним готовиться и выступать на достойном уровне. Поэтому все-таки американцы есть сильные, соглашусь, но не быстрые. К сожалению, у Тревиса только старт, я помню, был. А остальные все бои затяжные. Но я сам сторонник силовой борьбы все-таки. Это красивее, но на сегодняшний день старт никто не отменял. Поэтому получается, как получается. И могу согласиться с тем, что, может быть, побоялись приехать на такую, сказать, лотерею. Ну, лотерея по-любому. Ну, учитывая того, что американцы люди, которые боязливые. Это правда, совершенно верно. Ехать в Москву, многие даже с них просто сказали, мы не знаем, какая система там до конца. Мы просто не понимаем этого, что там, как там. Ну, турнир для них понятно. Армфайт, тоже понятно, это уже все обито. Вот это они не знают. Что там нас ждет, мы тоже ничего не знаем. Как получится, они знают. Лето, сезон отпусков, то там, пятое, десятое. Ну, и первый раз. Это тоже важный вопрос. Я, когда делал первый специалист, то же самое было. Никто не верит. Мы специалистов все прекрасно понимаем. Я ничего не хочу сказать. У них хорошие спортсмены. То есть, они постоянно показывают. Да ты сам боролся с Джоном Брзенком и сам знаешь, что такое Америка. Это тоже не шутки. Нет, я просто говорю, что кармфайтам нужно на сегодняшний день готовиться по-другому. Я понимаю, что кармфайтам они подходят с полной ответственностью и с великим желанием победить. Вот еще, что я увидел. Ну, а мы тебе желаем, конечно, удачи. Огромное удовольствие принес ты фанатам, любителям арр-рестлинга нашего. Желаем тебе увидеть где-то еще интересных турнирах и побед. Спасибо большое.